Здравствуйте! Программа «В центре внимания» в эфире в студии Яна Лисовая. Уже скоро, 1 марта, в Благовещенске пройдет международный турнир по версии драка на Кубок мэра города Благовещенска Александра Козлова. И сегодня поговорим об этом с Андреем Домошенкиным, президентом федерации тайского бокса города Благовещенска школы лиги Мой Тай. Андрей, здрасте! Здравствуйте, Яна! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сразу первый вопрос. Благовещенский драка уже это такое традиционное мероприятие, да, к этому зрелищному мероприятию давно привыкли. И как-то из года в год меняете площадки, где это проводится. Когда-то это были ночные клубы, потом зал ОКЦ, сейчас это самая большая площадка в городе Благовещенске, да, я имею в виду площадка для выступлений. Почему такой выбор? Почему опять решили экспериментировать? Ну, экспериментировать как бы никто не пытался, просто на тот момент, ну, подходящее место было это 50 на 50, тот формат, который подходил для турнира драка. Ну, это были такие кабацкие бои, так скажем. Ну, можно сказать, как бы, вы, может, помните, мы хотели закрытый сделать турнир, а тут предоставляется возможность, такая площадка, как Гранд-Арена, там, как бы, можно воплотить, ну, хороший вообще, как бы, турнир, ну, хорошего уровня. В принципе, ну, посмотрим, как это все получится. Ну, вот эту драку ждут многие поклонники и спортсмены, потому что говорят, это будет супер-бэй, супер-турнир. Турнир будет по традиции международный. Кто приедет? Приедут бойцы из Таиланда, приедут бойцы из Белоруссии, с Украины, с Польши, вот, как бы, оттуда приезжают. То есть, опять, в принципе, удалось удивить, удастся удивить наших зрителей, да, международным, да, участием международных гостей. Боец из Украины, извиняюсь, как удалось, несмотря на сложную политическую обстановку, да, уговорить его приехать и поучаствовать в наших боях? Ну, боец Украины, он проводил сборы в Белоруссии в школе Чинук. И так как мы хорошо с ними поддерживаем отношения спортивные, пользуясь случаем, мы пригласили его к нам на турнир в виде спортсмена. Это Катыхин Владимир, топовый боец. Ну, и, как бы, не отказавшись, он приедет на этот турнир, будет участвовать. Ну, то есть, он сразу согласился, да, я так понимаю? Ну, да. Боец из Белоруссии. Боец из Белоруссии, это, как уже сказали, представитель легендарного бойцовского клуба Чинук. С ними у нас уже давно дружба, они уже приезжают, по-моему, не первый, даже не второй раз. Это что, вот действительно такая спортивная дружба или у нас мероприятие такого уровня, что даже такие достойные соперники приезжают поучаствовать? Ну, хорошие спортсмены, хорошая школа Чинук, ее знают во всем мире, как бы, хорошая подготовка у этих спортсменов. И, опять же, какие у нас с ними отношения? Отношения спортивные, и, в принципе, можно с ними встретиться, созвониться, пообщаться, и также выезжают наши спортсмены к ним на сборы. Ну, и провести турнир у нас в Амурской области, в городе Благовещенске, в принципе, это, ну, несложно. Почему нет? Ну, это достойные соперники по уровню подготовки? Это достойные соперники, хорошие. Их во всем мире знают, школа Чинук. Хорошо, ну, как готовятся наши спортсмены? Очень интересно. Сейчас до БФ остаются считанные дни. Что делают? Подготовка идет полным ходом. Ребята ездили в Таиланд на сборы, и, конечно же, в Белоруссию также ездили. Ну, увидите все, опять же, на турнире, насколько ребята готовы. Выходит вся школа Лига Май-Тай, и к этому подход идет серьезный, подготовки. Опять же, все покажет подготовку люди в ринге, спортсмены. То есть, пока делать какие-то ставки, да, и прогнозы очень рано? Не хотелось бы, конечно, торопиться быть, а пусть это все покажет спортсмен. Хорошо, но самая главная интрига, кто выйдет на ринг из тех именитых спортсменов, которых мы уже знаем? На ринг выйдут практически все топовые спортсмены Лигы Май-Тай, Федерации тайского бокса города Благовещенска. Это Анатолий Патиенко, который уже, в принципе, не так, то есть, давно уже не выходил на турнир, он выйдет. И, соответственно, Евгения Ганина. Как вы все знаете, просто учитывая тот момент, что открывается Гранд-Арена, открылась Гранд-Арена, и собираемся проводить такой масштабный турнир, будет 8 боев. Ну, как-то так. Ну, получается, один супербой и 7 рейтинговых, да? Рейтинговых. Супербой. Что это будет? Евгений Ганин, с кем он будет бороться? Приедет боец в Польшу. Бой будет серьезный, соперник серьезный. Сейчас говорить вам ничего не буду, потому что все как бы в тайне, все на турнире все увидят. Мы уже тоже привыкли, что к нам приезжают не только участники, да, из других стран и регионов нашей страны, но и болельщики. То есть, это действительно такое мероприятие, на которое многие хотят посмотреть своими глазами, поприсутствовать. В этом году уже как-то знаете, будут ли болельщики из других, может быть, городов? Хороший вопрос и правильно. Потому что люди знают и на Дальнем Востоке, то есть, ну, в Хабаровске, на Западе, люди приедут из Биробиджана, с Хабаровска, там, со Свободного, тоже, с Амурской области. И как бы кто-то из Москвы прилетит сюда на этот турнир посмотреть, поболеть за спортсменов наших, за тех, которые приедут, представители будут. То есть, ну, независимо, где турнир будет проходить, люди собираются и приезжают на этот турнир. Ну, вот я знаю, что даже москвичи, да, уже заметили, несмотря на эти расстояния, приезжают, прилетают и, в принципе, болеют даже за наших спортсменов, что удивительно. Хорошо, на сколько человек рассчитан в зал и где можно, может быть, приобрести билеты, либо их уже нет в продаже? Гранд-арена рассчитана на 2,5-3 тысячи человек. По билетам, ну, хочу направить людей, пусть обращаются в Гранд-арену, это торговый центр «Острова». И хочу поторопить, потому что билеты, ну, разбираются, ну, с ненаверной скоростью. И только останутся стоячие места. Вот еще интересно, с каждым годом интерес к этому направлению, виду спорта растет. Больше ли становится желающих посетить такие мероприятия? Да. Масштабы увеличиваются с самого турнира и, опять же, зрители, привлекаются больше людей к спорту. Это не только, можно сказать, на турнире люди увеличатся, там, посмотреть, более, скажу, они в спортзал приходят, записываются. Турнир проходит и после этого турнира приходят люди. Загораются этой идеи, да? Да, и как юноши, и как уже взрослые люди, как бы, к спорту люди тянутся. Ну, то есть, это приобщение к спорту, в принципе, с помощью таких мероприятий. Ну, это да, это и есть цель. Показать спортсмену, насколько он готов, подготовку он проводил, ну, и привлечь народ к спорту. Вот еще такой вопрос, Андрей, что для спортсмена значит победа в драке? То есть, насколько это такое мероприятие, точка отсчета, да, какой-то вот спортивной карьеры? Ну, турнир драка, это, ну, не означает, что для него там все, потому что спортсмены не только на турнире драки выступают. Они ездят также и на сборы куда-то, и выступают на других турнирах. Это профессионально, также на любителях выступают. Ну, это, в принципе, рейтинг бойца. Ну, то есть, это какая-то отправная точка, да? Потом, я так понимаю, продолжает расти в профессиональном плане, да? Ну, это есть профессиональный бой. В профессиональный турнир, драка, как бы там, у нас в нашей школе Лига Май-Тай, ребята, в принципе, проводили не меньше пяти боев в профессиональном турнире. Как бы драка, другой турнир еще, и, соответственно, так, как бы, ну, вижу, что больше, как бы, как вам сказать, что он? Ну, есть профессиональный турнир этот. Хорошо, ну, и напоследок такой вопрос, не знаю, раскроете тайны или нет, но я знаю, что вот только проходит драка, уже начинаете готовиться к следующему мероприятию, да? Вот как-то повелось, что подготовка длится не один, даже не два месяца. Раскройте тайны, что будет дальше? Или пока это вот будет такой интригой? Ну, сейчас у нас, конечно, первым планом отработать этот турнир, чтобы спортсмены хорошо выступили. Конечно же, мы надеемся и же хотим, чтобы наши спортсмены одержали победу, показали, смотивировали наших амурских спортсменов, чтобы вот, какие мы, и как могут наши спортсмены выступать. И готовиться к следующему турниру, но сказать я вам не могу, потому что, правильно вы говорите, мы к следующему турниру можем готовить три месяца, четыре, как спортсменам тяжело, так и нам. Подходить к этому все тонко надо. Ну, как бы так. Ну, то есть пока мы, я думаю, сохраним интригой. Пока мы на этом останемся, вот проведем этот турнир, и в дальнейшем, ну, зрители узнают. Ну, главное, у наших бойцов какой настрой? На победу? С оптимизмом закончим нашу программу. Даже, я скажу больше, спортсмены прям, ну, перетренированность идет. Как бы спортсмены готовы, все, они уже готовы хоть завтра выступать. Ну, вот. Ну, значит, будем ждать выступления. Я напоминаю, что у нас в студии был Андрей Домашинкин, президент Федерации тайского бокса города Благовещенска, школы Лиги Муай-Тай. Спасибо, Андрей, за беседу. Спасибо. Я думаю, что еще обязательно встретимся в нашей студии. Ну, а я думаю, что все мы будем болеть за наших спортсменов, тем более, что на Первом областном обязательно будет трансляция этих боев. Спасибо за внимание. Будьте в спорте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова